Сегодня 3 июля 2017 года. Последние минуты перед отъездом в Минск. В этом сезоне Санкт-Петербург закончен. Все уже убрано, все красиво, все сложено. Вон чемодан стоит. Короче говоря, я полностью готов. Осталось только дождаться такси, которое приедет через 5 минут и едем на вокзал. Все, можно ехать. А где расписание поездов? А, вот. Странное табло очень, поезд есть, а ни платформы, ни пути, куда идти, непонятно. Но, блин, красиво. Витебский вокзал. Слушайте, я здесь как-то давно очень был. Очень красиво, конечно, здесь. Но, в любом случае, нам же надо понять, откуда поезд отправляется. Все для людей. Как раз с чемоданами. Отлично. У нас 9 с вечером. Я, блин, 6 часов проспал, выспался, как не знаю что. Теперь что до 4 утра делать, вообще непонятно. Ну, здравствуй, Минск. Я, блин, уже забыл, куда тут что, где идти. О, вроде бы здесь. Я дома. Блин, странное ощущение. Я здесь был последний раз в прошлом году, и то на автобусе. Напоминаю, у нас 4 часа утра. Надо бы перекусить что-то. Я, блин, жутко голодный. Здравствуйте, а что у вас есть покушать? После Витебского вокзала в Питере, этот, конечно, шикарен. Теперь самое главное, это покурить и найти такси. Блин, дождь моросит. Он какой-то стоит. Интересно, сколько будет стоить, кстати. Я же вообще даже цен не знаю здесь, в Минске. Не, а вокзал прикольный, да, согласитесь. Красивый. Так я давно здесь не был. Мне, честно говоря, нравится. Все, короче говоря, я дома. Надо теперь поспать и начинать заниматься паспортом. Спать осталось 3 часа. Итак, первый день в Минске. Мои ощущения. Во-первых, здесь намного теплее. Намного. И это очень чувствуется. Ну, лето в этом году вообще везде сраное. Но здесь заметно теплее, даже если есть ветер, то он теплый, более-менее. Вообще, Минск очень клевый город. И здесь очень душевная, теплая атмосфера. Ну, не знаю, как кому, но я очень люблю возвращаться сюда. Понятное дело, что мне здесь тесно уже после стольких лет жизни за границей, путешествий по разным странам. Но в любом случае сюда я возвращаюсь с удовольствием. Жить, конечно, здесь я уже не смогу. Как я уже говорил, тесно. Но вот приезжать сюда раз в два года, это замечательно. Теперь, что касается планов. Сейчас надо пойти, самое главное, это отдать паспорт на переделку. Я решил пройтись пешком. Потому что, ну, как-то погода хорошая, да и как-то поностальгировать. Ну, и с вами поговорить, естественно, почему бы и нет. А здесь совсем чуть-чуть. Зайти, сдать паспорт. И если получится, взять его обратно. Спросить, сколько надо времени для того, чтобы его сделали. Чтобы потом податься на визу. И чтобы купить билеты. Потому что я еще не могу купить билеты. Потому что я не знаю, на какой день мне их брать. Долго здесь сидеть не хочется, лишние дни. Поэтому хочется так впритык все сделать. Чтобы уже поехать. И, скорее всего, это будет из Москвы. Я так понимаю. Ваня, кстати, сейчас в Москве. Предлагал встретиться. Может быть, даже в Москве мы еще с ним пересечемся. Мне уже позвонили мои друзья, знакомые. Узнали, что я приезжаю. Соответственно, говорят, давай встретимся. Пивка попьем, поговорим, поболтаем. Но я, собственно, и не против. Так что, я думаю, за эти две недели будет несколько встреч. Я не знаю, буду ли я их показывать. Ну, посмотрим по ситуации, в любом случае. Заявление заполняйте по-белорусски, приятными буквами. Заполняйте. Где написано по-русски, пишите по-русски. У вас документы все написано. Белорусский, русский. Это я помню, да. Не знаете, подходите, подчиняйте. Угу. Здравствуйте. А можно сфотографироваться на паспорт у вас? Да, пожалуйста. Я готов. Красавчик, блин. Клевая фотка получилась. Мне нравится. Я по себе такую тоже взял. Все, теперь идем платить. Причем эта девушка сказала, до часу надо успеть все это сделать, заполнить и отдать документы. Соответственно, быстренько в банк платить за срочность и за паспорт. Здравствуйте. Я бы хотел оплатить. Вот здесь галочки стоят. Что сделать еще раз? Где платильщик? Расписывайтесь. Одна квитанция за паспорт, а вторая за срочность. 23,46. Собственно, все. Осталось заполнить бланк и все. Короче говоря, сегодня среда. Во вторник утром я забираю свой новый паспорт. И это очень хорошо. Шесть дней получается. Круто. То есть во вторник я могу подаваться на визу. Соответственно, в понедельник, в следующей неделе уже там, получается, я забираю визу. И вечером могу выезжать в Москву. Соответственно, в понедельник вечером выезжаю в Москву. Во вторник я в Москве. Вот где-то на эти дни можно, по идее, брать билет на самолет до Бангкока. Что-то я, блин, по питерской своей привычке оделся сегодня тепло, блин. Там же лето не лето, холодный ветер. А тут я что-то тоже и куртку с собой взял. И вон две майки одел. И, блин, упарился, слушайте. Как-то жарко... Не то чтобы жарко, но так очень хорошо и тепло. И мне это нравится. Пришлось снять вон все даже. И сегодня еще надо съездить по поводу визы, там договориться заранее. И по поводу документов на визу начать собирать уже. И поэтому сегодня я не думаю, что сегодня среда. Завтра, по идее, должно выйти видео. Я не думаю, что я сегодня все-таки успею его смонтировать до вечера. И выложить в интернет. Тем более, я еще не проверял, есть ли у моих родственников, где живу, интернет. Так что, короче говоря, скорее всего, как я и говорил, видео выйдет все-таки в пятницу. Мне так кажется. Район, где я сейчас нахожусь, называется Зеленый Лук. И вот здесь я провел свое детство. Вот здесь у нас есть такой небольшой... Вообще, это парк такой небольшой. И здесь есть такой вот пруд, я не знаю, как это правильно назвать. И видите, там сзади меня, типа такие водопады. Вот здесь мы в детстве постоянно летом купались. Понятно, что сейчас лето говняное. Но когда-то было очень жарко летом. И мы постоянно здесь тусили с мальчишками и купались. Это было так здорово. Здесь дом рядом находится. И вот летом здесь купаться, здесь кораблики запускать, птиц ловить. Ну, что мы еще делали? Кормили и ловили, естественно. А во всем этом парке бегали, на велосипедах катались. Там, я не знаю, шалаши, блин, дажи строили. Очень здорово. Вот я сейчас смотрю. Вот я, честно говоря, с удовольствием бы окунулся сейчас. Не знаю почему. Ну, естественно, холодно, я это делать не буду. Здесь мелко. Здесь, по-моему, воды там, ну, чуть больше, чем по колено. Ну, это здесь. А там дальше поглубже, ну, максимум, там, мне по грудь сейчас, не больше. Но сам факт. Клево. Пресная вода, очень хорошо. Нифига себе, чайки. Откуда вы здесь? Да ладно, не подойду я, не переживайте. О, налетали. Я кормить вас не собираюсь. У меня нечем. Прикольно, все голуби сюда прилетели ко мне, ждут, ходят. Не-не-не, ребят, нечем кормить вас, извините. Я про вас не знал. Блин, у меня все-таки клевое детство было. Очень клевое. Никаких тебе гаджетов. Мы постоянно на улице пропадали. Постоянно что-то строили, исследовали этот мир. Это было так здорово, блин. Круто. Постоянно. Леса, поля, футбол. Че так и не было вообще. Собственно, на этом, наверное, на сегодня все. Я думаю, достаточно для первого знакомства. Да и хочется скорее смонтировать видео и вам показать. Так что на сегодня все. А за ближайшие две недели, я думаю, я все-таки смогу вам показать еще какие-нибудь интересные районы и интересные виды Минска. Субтитры сделал DimaTorzok.